Визиты кукольников, фокусников, сказителей, мимов, жонглёров, кинематографистов, инсталляторов и певцов. Это является частью культурного наполнения городской среды Казани и тех, для кого эти визиты и направления современного искусства в диковинку. Среди множества культурных проектов того года вспоминаю такой мощный десант французских писателей, поезд писателей, который прошёл также и через Казань. Именно с открытием Альянса под эгидой посольства Франции в России и по сей день проходит большой марафон искусств. Каждый проект – это своего рода творческий ликбез. Ведь не секрет, что те лицидеи музыканта, приезжающие из столицы, столицы глубинки, практически неизвестны в России. Я считаю, что это очень важно, тем более в наше время, когда напряжение возрастает в мире, страны как-то противостоят друг другу. Связь гражданских обществ, людей, преподавателей, учащихся студентов, установление дружеских личных связей – это самое дорогое в отношениях между странами. За годы существования в Казани сложился немалый круг единомышленников – это и представители музыкального сообщества республиканских министерств. На вечер были отмечены президент административного совета Зелевалеева, представители Казанского музыкального колледжа им. Охадеева, работающие над культурной начинкой российско-французских мероприятий. Благодарственным письмом Парижского альянса отмечена и наша телекомпания. Те, кто изучает немецкий язык, они становятся, я думаю, более дисциплинированными, более организованными. Те, кто изучает французский язык, они становятся более артистичными, более открытыми, более вежливыми. Вот какое-то чудесное, волшебное влияние языков я тоже вижу в своей практике. Несмотря на обострение международных отношений, сокращение финансирования ряда мероприятий, нить, соединяющая нашу республику с культурным миром Франции, не обрывается. Самым доступным и поистине народным становится жанр, объединяющий миллионы. Новая программа очередной недели современного французского кино уже сверстана. Дмитрий Пиаваров, Рушан Генудинов, Телеканал Эфир.